Привет, друзья! Ну что, как ваши дела? У меня для вас есть рассказ про вот эту вот камеру, новенькую Nikon Z6 III. Это рассказ про мой опыт использования этой камеры в течение нескольких дней. Я не делал прям специальные тесты, и все вот эти самые специальные тесты, ISO, автофокусы и прочих цифр есть в видео у Ильи. Оно также на нашем канале, и ссылка на него будет в описании. Я же хочу поделиться с вами впечатлениями от использования этой камеры. И вообще от использования Nikon в целом, потому что я всю жизнь снимаю на Canon. И я снимал на практически все камеры от еще 1DS Mark II до R3, и представляю, что это такое. А вот Nikon я держал, наверное, несколько раз в жизни. Очень хотел понять, понравится мне или нет. Сказать по правде, я относился к этой камере довольно предвзято, потому что, ну, это же Nikon. И скорее всего, что если у вас никогда не было такой камеры, то для вас Nikon звучит, ну, так, непривычно, странно и, наверное, даже немножко смешно. Хотя, вроде бы, ну, что тут? Это должна быть прекрасная профессиональная камера от компании, которая занимается выпуском фотоаппаратов аж с 1948 года. Представьте себе. Но! Nikon! Это звучит как-то кринжово, что ли. Ну, я не знаю. И вообще, мне кажется, что сказать, я снимаю на Nikon, можно только в очень доверительной атмосфере. И сквозь весь вот этот вот флёр я дал этой камере шанс впечатлить меня мощью технологий и философии компании, которая существует более ста лет. В прокате яркого я взял камеру на неделю. Для того, чтобы понять, что это вообще такое, потому что на Nikon последний раз я снимал лет 15 назад, и тогда это был ещё Nikon Coolpix. А это вообще далеко не Nikon Coolpix, это, ну, довольно-таки серьёзная вещь. И, честно говоря, я не особо что знал про эту камеру, кроме того, что это не нижний сегмент, не верхний, а вот что-то такое посерединке. Какая-то вот отличная профессиональная камера от Nikon. При детальном осмотре, что я могу отметить? Сверху маленький экранчик, приятный, не то чтобы необходимый, но красивый и всё-таки иногда будет удобен. Мне такой нравится, но, честно говоря, на Canon-овской R-ке я на него не очень часто смотрю. Тумблер включения расположен удобнее, чем на Canon, это 100%. Диски управления, задний удобно, передний на Canon поудобнее всё-таки будет. Вот эти дребезжащие штуки я тоже не приветствую. Диск выбора режимов с блокировкой. Мне больше нравится без неё или чтобы как на Fuji. По нажатию диск разблокируется, и можно свободно крутить колёсико, а когда надо, заблокировать его. Сзади очень много кнопок, и все под рукой. Это нравится. Слева только удаление и Siri, а все часто используемые кнопки сделаны так, что можно управлять камерой одной рукой. Есть и мультиселектор, и джойстик. Функции на них обычно дублируются, но при разном хвате каждый будет по-своему удобен. Есть, знаете ли, два типа поворотных дисплеев, типа форточка и типа евроокно. Здесь как раз форточка, что по мне более удобно для видео, и особенно если вы снимаете себя. А вот евроокно больше для фотографий. С правой стороны первое, что бросается в глаза, это, конечно, красная полоска от Jujara Design, знаменитый своим проектированием автомобилей. Вот таких, таких и вот таких. Слот карт памяти сбоку. Это хорошо. Внутри два слота под SD-шки и CFexpress или XQD. Два последних формата звучат страшно и дороговато. Но что поделать. Эта камера может выдавать очень большие файлы, для которых обычных SD-шек уже не хватит. Но слава богу, что слот под них есть. Не всегда же снимать видео в RAW. С левой стороны порты под микрофон, под наушники, USB-C для зарядки, что довольно удобно, полноценный HDMI, что не менее удобно, и порт для проводного пульта. Не особо понимаю зачем, но если вдруг понадобится такое, то вообще будет приятно такое обнаружить. Внизу стандартный большой аккумулятор, ну и стандартная жерезьба под штатив. Спереди две функциональные кнопки и полнокадровая матрица под байонетом, в которой объектив нужно закручивать против часовой стрелки. Я никак не могу понять этот прикол. Почему в мире, в котором все вкручивается по-часовое, выкручивается против, нужно сделать так. У всех вроде бы все нормально, а эти вот что-то выделываются. Если вы понимаете, в чем тут суть, пожалуйста, дайте знать в комментариях. Меню сложное, настроек очень много моментами, даже излишнее. Камера настраивается гибко, очень гибко. Но из-за этого, по моему мнению, меню получилось очень большим. Все пункты, которые вы будете использовать часто, сразу выносите в мое меню, а то потом будете долго искать, где тут переключается затвор. Меню, как будто бы у вас камера на андроиде. Вроде бы все тут можно настроить под себя, но просто устаешь это делать. Вроде бы и есть разбивка по пунктам и какая-то логика, но кажется, что перед отправкой эту камеру какой-то человечек берет и вот так вот ее немножечко трясет. Так что там все перемешивается. По меню я записал отдельный ролик, очень длинный и прям очень подробный. Он в подсказке и ссылке в описании. Основные моменты, которые я отметил и захотел проверить, как они работают, это 3D трекинг автофокуса, функция пришута, видоискатель 120 Гц, оптический зум высокого разрешения, прям в камере такой совсем небольшой, но из полтинника можно сделать полиметров, наверное, 70. Или сделать небольшой плавный наезд при съемке. Видео в 6К RAV в 60 кадров в секунду и ProRes 422 10 бит, а также Full HD 240 кадров в секунду. И это все прямо на карточку памяти внутрь вашего фотоаппарата, без дополнительных рекордеров. И это прекрасно, я считаю. Но тут стоит помнить и о том, что если вы собираетесь снимать NRAV, ProRes RAV, ProRes 422 10 бит и 240 кадров в секунду, то вам понадобятся карточки XQD или CFexpress. Для всего остального, в том числе H265 10 бит, вы сможете писать на обычные SD-шки. SEV-ки и XQD-шки стоят дороже, чем обычные SD-карточки. И картридеры к ним тоже стоят дороже. Например, вам понадобится вот такой вот. Не самый плохой вариант, но да, вот столько вот он стоит. Что поделать? Картридер. При этом есть одна отличная новость. Вы можете скидывать файлы через провод Type-C, но при этом помните, что вам нужно будет поставить программное обеспечение от Nikon для того, чтобы через него уже скидывать файлы. Именно так я и делал, потому что за 9000 я могу и через провод поскидывать, и установлю все драйвера от Nikon. Первая фотография, которую я сделал на эту камеру, чисто между делом мне понравилась. Прям очень приятный цвет. Тестировать эту камеру я хотел на портретных съемках, но так получилось, что на той неделе, когда камера была у меня, две съемки у меня сорвались. Но, к счастью, ко мне приехала мама, и мы поехали в город Пушкин наслаждаться красотами Екатерининского парка и царского села. Кстати, очень рекомендую вам к посещению это место. Выглядит просто невероятно. Мне прям очень понравилось. Я даже не думал, что вот такая красота может быть не где-то там за границей, а в небольшом городке под Питером. 6 каров видео я наснимал в прорезе. Не знаю, что DaVinci Resolve его не открывает, поэтому мне пришлось способы, как его конвертировать в CinemaDNG, пользоваться Final Cut, и это для меня не очень удобно. Поэтому на следующий день я выбрал Nikon Rav, с которым DaVinci справляется. Но на моем Mac Mini с M2 монтировать можно только с прокси-файлами, которые, кстати, камера сразу же сохраняет автоматически. ProRes 422 в 10 бит и в невероятных 6К прекрасен сразу же из камеры. Влоги я не снимал, вообще даже не пробовал. Я не очень разбираюсь, как его правильно экспонировать и красить, но в этом все-таки есть нюансы, поэтому просто не буду вас вводить в заблуждение. Функция зума, к сожалению, не очень-то рабочая история, по крайней мере, в этой прошивке. С электронным зумом включается фокус по всему полю, и при этом невозможно фокусироваться по нужной точке. А следящий автофокус с трекингом очень точный, но просто так вот из коробки не ждите, что все получится. Его все-таки придется настраивать под себя и разбираться, как им пользоваться. Сжатие Full HD в 240 кадров в секунду не сильно страшное. Лучше я на подобных камерах не видел. Видоискатель в этой камере 120 Гц, и он, ну, правда, вообще очень прекрасный, очень яркий, там цвет прям красивый. И основной дисплей тоже классный, такой немаленький, довольно большой, негигантский, но отличный. В Fuji был, конечно, внутри вот этот вот встроенный прям домашний кинотеатр, телевизор. Здесь он таких нормальных размеров, что не приходится глазом куда-то вот по кадру прям вот так вот бегать. Отличный размерчик. При этом вот эта вот функция пришутая, когда вы сначала нажимаете кнопку, а перед этим камера уже пишет несколько кадров. Мне что-то не очень зашло. Получается слишком много кадров, которые нужно отбирать. При этом камера снимает в JPEG, и слава богу, потому что такие объемы равок просто невероятно было бы где-то хранить. Наверное, в целом это как-то прикольно, если ты снимаешь птицы, там прям нужно ловить момент. Но вот для меня абсолютно не требуется, как я понял. Если ты умеешь ловить моменты, то вот эти вот 0,3 секунды до того тебе не особо нужны. Ну и последнее по списку и первое по значению, что меня интересовало в этой камере и вообще в Nikon в целом. Это цвет. И он тут прям крутой. После Canon это как глоток свежего воздуха. Цвет этой камеры я бы сравнил с цветом картин Хаяо Миядзаки. Уж извините меня за такие громкие слова, но правда мне цвет прям очень понравился. Он такой не супер насыщенный, не теплый, скорее такой нейтральный в отличие от Canon. Равки я даже не открывал, я за съемку чисто в JPEG. И отмечу, что и баланс белого, и экспозиция при должном понимании того, как работает экспозомер, отлично работает в автомате. Зачем снимать в RAV? Пишите, пожалуйста, в комментарии. Цвет чудесный. Ни Fuji, ни Sony, ни даже, прости господи, Canon, кроме единичек, меня таким цветом не радовали. И в итоге получается, что вот всего две вещи мне в этой камере не понравились. Во-первых, это не очень понятное меню, в котором просто теряешься. И вот эта ужасная надпись, когда я смотрю свою красивую фотографию, я не хочу, чтобы там эта циановая штука была и отвлекала меня. Зачем? Не должно быть так. А все остальное в этой камере, ну, все просто прекрасно. Здесь вот не до чего доковыряться. Все чудесно, собрано, фоткает. Вообще класс. Ну, наверное, такой удивительный факт, но я не то, чтобы любитель вообще всяких фото новинок и всего такого прочего. По мне, все, что необходимо, должно быть в фотоаппарате, появилось примерно с выходом 5D Mark II. Довольно давно. Может быть, еще на беззеркалках появился вот этот вот электронный видоискатель, который мне очень нравится. Вот. А в остальном, в остальном, даже фокус по лицу меня не так впечатлил, когда это появилось. Но здесь очень интересные возможности для видео. Кропать можно хоть в три раза. РАП видео в 12 бит, это просто шик по цвету. Но весит, конечно, слишком много. Хотя, например, для рекламы, где шоты по 10-15 секунд, вполне терпимо. А вот прорез 422 и 10 бит, это сок. Весь потенциал цвета при приемлемых размерах файла. И цвет. Цвет просто великолепный. Мне, правда, понравилось. Для меня самое важное в любой камере, это тот цвет, который она дает. Все остальное, мелочи. А вот цвет, это прям супер важно. И тут и видео, и фото, он реализован отлично. И в итоге, хотел бы я, скажем так, проинвестировать в эту камеру. Не уверен. Я бы посмотрел еще на видео. Как хорошо, что есть прокат в ярком.